Ангела Здравствуйте, да, простите, я как-то с вами даже действительно не поздоровался. Да, я Ангела, занимаюсь рунами достаточно серьезно, уже 7 лет, также поддерживаю в некоторых вопросах и других традициях, как-то работа с миром духов, да, с миром мертвых, как хотите так назовите. Иногда работаю со славянскими богами, но это реже, в основном со скандинавскими. Но у нас в скандинавской традиции принято, когда нужно просить о особо таких сложных вещах, как то наказание или же наоборот продление жизни и просьба о здоровье человека. Мы обращаемся к Хель, то есть это такая богиня, она же богиня Йотунша, в которую можно обращаться за вещами, связанные со многим в основном именно как раз темы смерти. Но также мы любые, в основном, масса ведьм, колднов, да, как такое слово страшное, я не хочу людей пугать, ну, так скажем, людей ведающих и видящих, они в принципе общаются с любыми энергиями смерти, как то ни назови. То есть в скандинавии это Хель, а в славянизме, в славянской традиции это Мара или Марина, да, богиня, а у чернокнижников это хозяйка кладбища или хозяин. То есть, естественно, это все подразумевает определенные обряды, определенные функции, почитание этих сил и прежде всего уважение. То есть, когда мы спрашиваем кто-то у мертвых, мы вначале их уважаем, уважаем их мир, уважаем их, скажем так, почившие души, да, то есть относимся к ним так же, как будто бы они были живые, потому что, ну, по сути, это те же бывшие люди, да. И у мира мертвых есть предводитель, так скажем, или предводительница, она и отождествляет ту энергию смерти, Великая Мать, ее так же темные маги зовут, да. То есть мы спрашиваем, когда мы приходим на кладбище, ну, одни делают по христианским законам не очень хорошие вещи, так скажем, ну, это если взять христианскую парадигму, да. Другие делают достаточно позитивные вещи, то есть, я как говорю, продлевают и жизнь, и здоровье, и обращаются опять же к энергиям смерти, потому что именно от смерти зависит жизнь многих людей. Захочет ли она продлить, умасливают хозяйку, да, например, в Мексике есть культ Санте-Муэрте, скандинавской богини смерти. Там они очень сильно почитают, то есть этот культ, он распространен наравне с христианством, наравне с почитанием Девы Марии, да. И, естественно, она им очень помогает, у них есть даже праздники смерти, они там делают определенные эксгумации, потом, собственно, опять возвращаются к культю. Какие страсти такие вы рассказываете. Да, то есть это мексиканская традиция Санте-Муэрте, слушатели могут вполне набрать в гугле Санте-Муэрте и все про это почитать. Что касаемо меня, я, конечно, обращалась к миру мертвых, но в основном это было через конкретные могилы по некоторым своим вопросам и вопросам моих клиентов. Вот, когда я впервые пришла, мне были поданы, ну, вообще на кладбище, да, то есть просто так я никому не даю туда ходить. Естественно, это нужно делать с наставником или с учителем, у меня такие люди были. Ангела, а для чего? Для чего? Для того, чтобы, что значит для чего? То есть если это дано по роду, то ты не можешь заниматься ничем, кроме этого, настолько серьезно, да. То есть для чего что? Для чего мы этим занимаемся или для чего мы обращаемся к этим энергиямам? Для чего мы обращаемся? Для чего мы им накладываем? Для того, да, одни хотят наказать через энергию смерти, другие хотят наоборот. Наказать, да? Да, вполне такие вещи допустимы в нашем мире. В вашем мире, в вашем деле. Да, в нашем деле, конечно. Я, честно говоря, это не люблю. Я в основном... Наказывать, насколько я понимаю, так, в самом случае, так я в тех традициях, так скажем, воспитан. Наказывать могут только те люди, которые имеют на это полномочия. Если к нам какое-то правонарушение сделано по отношению к нам, ну, как правило, в этом виноваты мы сами. Мы все спрашиваем, маги и колдуны, всегда вас спрашивают у сил, правомочно они ли проводить какое-то действие или не очень. Настолько заслужил человек наказание, которому, допустим, желает другой. А кто наказывает? Мы всегда, ну, скажем так, заказчик-человек, а мы исполнители. А вы исполнители. А если заказчик, который хочет просто наказать ради своих каких-то прихотей... Ради своих, то есть... А как вы это знаете? Мы внимательно смотрим, что... Какие законы, чтобы соблюдался закон равновесия, потому что он единый для всех традиций, для всех религий. Если мы его нарушаем, мы же потом можем и агрести. Поэтому, когда ко мне такие люди обращаются, я всегда все взвешиваю. Я не из тех, знаете, ведьм, которые портят, есть такие люди, напропалую, да, делают гадости, им все равно. Лишь бы платили. Я не люблю. Вот. Давайте лучше о позитивном аспекте. То есть мертвые, они могут, например, да, все... Давайте мы... Я прошу прощения, давайте мы о позитивном сейчас поговорим. Просто Тодор, наверное, я так вижу, хочет что-то сказать по этому поводу. А потом мы уже вернемся к позитивному, заканчивая эту тему потустороннюю. Ну, мы на самом деле только сегодня начали. Будет какие-то у нас предложения и желающие будут об этом поговорить. Побольше, подольше мы поговорим в следующих наших программах. Тодор, я вас слушаю. Я хотел сказать, просто вспомнил такую вещь. Например, у меня 20 лет, где-то 21, где-то 23, 25. Это я помню, что когда общался с какого-нибудь мертвого человека, это мне нужно было с 3 до 5 дней потом прийти в себя. Очень тяжело было потом восстановиться. Я мог плакать. То есть, как будто он во мне вселялся, и я разговаривала его языком, манерой, голосом. То есть, это было страшное такое зрелище. Потом я потихонечку научился стать, быть посредником с этим делом. И то есть, просто воспринимаю информацию, ее передаю. Я не хочу туда лезть. Потому что, действительно, это очень тяжело. И хочу предостеречь некоторых любителей, не понимая вот этих... Устарых ощущений. Да, любителей России. Они могут попасть в очень нехорошую ситуацию. Они могут попасть так, что они могут... Некий мертвый человек потом будет постоянно с ними. Хочу заметить, что я помню всех мертвцов. Это в каком смысле всех? Ваши... Всем, с кем общался. А, всех, с кем общался. Без исключения. Если я начну напрягать память, я всех помню без исключения. И могу повторить все, что было. Даже лучше, чем живых. Я этого не могу объяснить. Этот факт. То есть, это такая какая-то очень сильная, четкая, записывающаяся программа в нашем мозге. Поэтому нельзя с этим шутить. И надо выбирать, имеешь ли право разговаривать или не разговаривать. Лучше не лезть лишнего раза. Все вот так сказать. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Ангела, давайте вернемся к вам о позитивных вещах. Вы расскажите, пожалуйста, буквально в двух словах. Мы с вами будем беседовать на эту тему в наших будущих программах. У нас просто есть люди, которые слушают и которые разбираются в этом. Руны. Что такое руны? Буквально так, вкратце. Ну, если в двух словах, то это... Можно в трех. Да, в трех, в двух-трех словах и быстро, то это древнейшие символы, да, пришедшие к нам со скандинавских, так скажем, скандинавского континента, вот, которые у нас, как известно, в принципе, распространяются ныне на Норвегию, Швецию, Данию, Исландию, да. Финляндия, она была то в составе, то нет. Ну, также Германию захватила эта традиция, да. Это древние знаки сакральные. Вот, одни говорят, что, в принципе, их люди придумали, другие, если брать концепцию эзотерическую, то по нашей традиции их людям дал Один, это великий скандинавский бог, да, всеотец для нас. Ну, фильм есть, да. Гога, как и Гога в неудоизме, да, можно сказать. Вот, но до сих пор ведутся споры, воплощался ли он или не воплощался. Для меня это все-таки Бог, для меня это нечто, как и все боги, это... Я просто свое понимание сейчас говорю, я не беру сейчас классику писаний старшей и младшей эдой, да, которые рассказывают о жизни богов, которую писал сейчас автор. Значит, получается, что это высшие боги, это высшие субстанции, высшие инопланетные разумы, так скажем, которые... и один из них, это Один, дал руны людям для того, чтобы люди познали знания и продолжали дело богов, продолжали с помощью руна помогать и себе, и людям. То есть это целая концепция, целая мировоззрительность. А каким образом, да, я понимаю, каким образом, ну вот, знание рун может помочь человеку в жизни? Вот человек хочет, ну, чего-то, у него есть какое-то желание. И что он делает? Обычный человек. Обычному человеку следовало бы начать с мифологии, с, так скажем, с изучения этого всего, да, прежде чем браться за руны, потому что руны существуют как и в предсказательном аспекте, как и в древности, но дело в том, что там до сих пор ведутся споры по различным источникам ученых, да, какие были моменты предсказания, было ли такое бросание этих рун, как табличек или другое, потому что найдены только утоциты моменты предсказания, которые описывало жизнеописание скандинавов, да, вот, но в основном, основную массу, так скажем, бросаний рун придумали современные уже рунологи и чуть позже люди, которые изучали старшую младшеду, скандинавский саги, то есть доказано, что были руны, писались в основном на дощечках, на маленьких, на камнях также, наравне с агамом распространялось. Агам это кельтские написания, тоже, скажем так, предсказательная система. И все это вот так постепенно развивалось. То есть руны можно использовать как в мантике, так и в магии. Магия это решение практических целей. Вот, самые древние источники по руническим манускриптам были найдены на территории нынешней Исландии, древней Исландии, также Дании, там же все было объединено, раньше была единая территория, да. Вот, позже уже норвежские какие-то и много, наиболее количество, конечно, рунических памятников, наибольшее количество это в Исландии и в Дании. Потом идет Швеция и Норвегия, уже позже распространились, так далее, немножко в Финляндию попало, и также в непосредственно Германию, когда уже Гитлер стал использовать руны в разработках Анненербы. И, ну, они, конечно, многое не учли для себя, что руны не терпят, когда их используют только во вред людям, да, и боги этого не прощают, поэтому они получили свое, то есть, так скажем, даже Гитлер и его люди неправильно использовали определенные руны, в том числе нацистские, да, и за что поплатились, там есть доказательства, потому что эта руна в итоге сработала против них. Потому что руны даны людям, чтобы творить справедливость, так скажем, чтобы творить судьбу, да, по скандинавской традиции есть три девы, Урт, Верданди и Скульт, это три девы судьбы, плетущие нити судьбы. И, как говорится у нас, что даже боги не властны над судьбой, то есть, боги просят у этих дев, чтобы исполнить волю людей, так скажем. То есть, если человек какой-то не по судьбе, как он не прыгает, как он не крутит, все равно, то есть, руны будут сработать против него, если он идет против своей судьбы, если ему это настолько не предсказано, настолько не предначертано, что он бьется головой об стену и вот в одну точку, да, не видит других. То есть, руны — это, прежде всего, мудрость, их нужно использовать с мудростью, а не просто так наобум. «Захотел я, завтра стану великим колдуном, пойду-ка я себя нахолдую». Нет, конечно, не получится. А зачем самому становиться великим колдуном? Можно прийти к вам? Вы поможете? Да, конечно, я рекомендую обращаться к людям посвященными, к людям, которые избраны. Так скажем, высшими силами. Что значит посвященным? Посвящение в нашей традиции я очень много слышала, я посвящалась у того, у сего. На самом деле все проще. Если тебя выбрали, ты почувствуешь знаки, тебе они будут приходить всяческими путями. Во снах, в астралах, в различных ставах, то есть, ты начинаешь рисовать ставы, ты начинаешь, тебе это все приходит. Тебя боги постоянно принимают дары, тебе очень сильные знаки во время обрядов даются, во время гаданий, или, ну, слово гадание, не люблю это гаду дать, я предпочитаю предсказание или прорицание на рунах, это правильно. Или прогноз? Нет, именно прорицание и предсказание, потому что предсказание от гадания все-таки отличается. Гадание – это слово угадывать все-таки, а прорицать, да, это видеть. То есть, руны надо уметь считать, их надо уметь осознавать, чувствовать, пропускать через себя, и только тогда ты их увидишь. Потому что так можно играть в угадайки, очень много современных трактовок рунических, там придуманы прямые и перевернутые, на самом деле в оригинале этого нету, то есть, изначально по древности этого не было, это придумки все современных авторов, прямые и перевернутые руны. То есть, оно используется теоретически так, в предсказании можно к этому, так скажем, склоняться, но не стоит стопроцентно принимать, то есть, если руна выпала, так все равно она вот руна. Древние не использовали прямые перевернутые позиции. Ну, это примерно как и в картах Таро, там тоже перевернутых карт нету. А скажите, Ангела, по сравнению с картами Таро, там точно такие же, как бы, прорисания можно делать, наверное, что вам больше по душе? Вы в течение многих лет занимаетесь Таро? Да, Таро я занимаюсь 8 лет, рунами около 7-6,5, если точнее, то есть, я на них немножко позже начала предсказывать и смотреть. Они совпадают? Нет, абсолютно разные концепции, хотя некоторые авторы пытаются совместить. Древо Сефирот, как раз каббалистическое, да, по которому учат тарологов, и древо жизни Игдрасиль, 9 миров, скандинавское. Некоторые пытаются, но обычно из этого получается какая-то каша, то есть, это две разные концепции. Может быть, какие-то есть схожие вещи, но я не настолько сильна в каббалистической традиции, я таролог, больше практик, чем я не закапываюсь в этой теории. В этих еврейских мирах, потому что это абсолютно не моя тема, я немножечко не хочу в нее. Касаемо скандинавских миров, тут мне более все ясно, да? Вот, и каждые руны, там 24 руны, если брать старших у Тарг, да, соответствуют ату. Аты, это, получается, подразделение на богов, на миры, то есть, каждый ад, три ата, получается. Первый ад соответствует богу Фрейру, плодородию, второй Тюру и Химдалю, да, то есть, вот так получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова